Хочу порекомендовать сайт Кинопоиск HD. На этом сайте ты найдешь фильмы и сериалы на любой вкус, без рекламы и в хорошем качестве. По моей ссылке ты получишь 60 дней бесплатного доступа к сайту Кинопоиск HD, плюс к этому полный доступ к Яндекс Музыке и кэшбэк до 5% в Яндекс Маркете. Это все абсолютно бесплатно, только по моей ссылке. Переходи и смотри хорошие фильмы бесплатно, ссылка на сайт в описании. CMHX, с вами DarkX и сегодня мы посмотрим с вами, что выпадет из всех наборов в Mortal Kombat Mobile. Да, именно сегодня я куплю и открою абсолютно на все наборы, которые возможно купить в магазине Mortal Kombat Mobile. Мы с вами посмотрим, что оттуда будет падать, сколько алмазок нам выпадет и стоит ли вообще это делать. Но перейдем к открытию мы с вами сразу после рекламы сайта Dark Gold. Нужны души на открытие паков или хочешь быстро проходить башни? Заходи на Dark Gold. Куча душ для iOS и Android по самым низким ценам, также подарки к заказам. Оформить заказ легко, оплатить еще проще. Ссылка на сайт в описании. Я надеюсь, вы теперь поняли, где можно взять много душ, чтобы купить все паки в этом магазине, как это сделаю сегодня я. Да, сегодня мы с вами откроем очень много наборов, но я попрошу вас прямо сейчас подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, а также написать любой комментарий под этим роликом от трех слов или больше. Это очень помогает продвижению роликов и моего канала в Ютубе. Значит, да, сегодня мы с вами откроем абсолютно все наборы, которые есть в магазине. Например, начиная вот этим и заканчивая абсолютно этими всеми наборами, которые можно купить. Но если вы такие сейчас открыли этот ролик, да, вы сидите, смотрите, думаете, блин, это же сколько денег он сегодня потратит, чтобы открыть эти все наборы. Но только я огорчу вас, а себя, конечно же, обрадую, хотя я и так это знаю, я не буду покупать наборы за деньги. Донат в сделку не входил, все. Я буду покупать те наборы, которые либо бесплатные, либо их можно купить вот за души, за монеты, например. Я не хочу покупать донатные паки. Донатные паки в сделку не входили. Все. Начнем мы сегодня открытие, например, с вами с вот этого вот зелененького прекрасного наборщика. Тем более он бесплатный и он очень даже неплохой, как для бесплатного пака. Он лучше, чем бронзовый пак. Это понятно, и тоже он раз в сутки есть. А, бронзовый пак раз в три часа вроде бы, а этот пак раз в сутки. Все. Значит, содержит он одну случайную карту персонажа, либо карту снаряжения. Еще у нас тут, смотрите, какие процентики. Карта золотого персонажа без испытаний. Один процент. Ну, практически полтора процента вероятность получить золотую карту. Даже на алмазах шансы больше. Карта серебряного персонажа восемь процентов. Карта бронзового персонажа сорок процентов. Дальше снаряжение. Тоже примерно полтора процента. Редкая. Необычная. Восемь процентов. Обычная карта снаряжения сорок процентов. Я, кстати, не помню. А здесь вроде бы души были в паках. Все нету. Подождите. Души убрали с этого набора. Здесь раньше души были, я точно помню. Из этого набора падали души. Все. Все, пак понерфили. Все, говно. Ну, ладно, мы с вами открываем. Мы сегодня с вами абсолютно все паки откроем. Откроем. Посмотрим, ну, стоит вообще так делать. Что будет падать. Выгодно ли так делать. Или, может, нужно открывать какой-то один набор. Вообще, как вы знаете, я в своих роликах всегда открываю один и тот же набор много раз. То есть, например, да. Один ролик, один набор. И я сижу долго открываю и смотрю, сколько выпадет там алмазок. Сколько душ я потрачу. Но сегодня мы просто все наборы откроем в магазине. И тогда уже будем сравнивать, что лучше. Там, может, дешевый пак какой-то классный. А может, только самый дорогой, самый лучший. Вот, значит, первый нас наборчик. Лин Куэй нам падает. Бронзовый персонаж. Ну, бронзовый персонаж тут, как бы, да, я думаю, объяснять абсолютно ничего не нужно. Ноу комминс, так сказать, это бронза. Это... Бронзы сейчас никому не нужны. Разве что испытания. Проходить все. Дальше. Переходим теперь в эту вкладочку. У нас здесь есть очень много вот наборов. Абсолютно самых разных. И начнем мы, конечно же, с бронзового набора. Бронзовый набор, вроде бы, доступен раз в три часа. Содержит он одну случайную карту. Не написано даже, какую именно. Но отсюда могут падать как серебряные персонажи, так и бронзовые. Также могут падать там карты поддержки, либо карты какого-то хренового снаряжения. Но золотые карты и алмазки сюда, вроде бы, никогда не падают. Ну что, давайте начнем. И откроем этот наборчик. Тоже бесплатный набор. Но все-таки тот зелененький набор был лучше. Поэтому его можно меньше раз в сутки открыть, чем этот. Зеленый пак, который был, я название не хочу говорить каждый раз. Зачем растягивать? Просто... Условно скажем, зеленый пак раз в сутки, бронзовый пак раз в три часа. Поэтому тот пак реже, но там и шансы лучше. Здесь какое-то говно. Ну вот, карта повышения спецприема 1 на серебряного персонажа. Да, они настолько дешевые, что... Как бы у вас монет по-любому хватит, чтобы прокачать первый спецприем своему серебряному персонажу. Это для новичков, да. Для новичков вот эти паки полезные, на которых там бесплатно стоит. Либо очень там дешевые паки. Там 150 душ, 200 душ или вот 30 тысяч набор. Сегодня мы все с вами откроем. Все посмотрим. Все будет классно. Вот, следующий набор у нас, очередной у нас набор. 30 тысяч монет. Уже не бесплатный набор, это серебряный набор. И он содержит одну карту серебряного персонажа и еще две случайных карты. Значит, какие? Карта серебряного персонажа у нас вероятность 100%. То есть, всегда она будет падать по-любому, при любых обстоятельствах. Даже если начнется апокалипсис, вам все равно из этого набора выпадет серебряный персонаж. Это понятно. Дальше, случайная карта. Их тут падает две. Карта снаряжения 30%, карта поддержки 20%, карта спецприема 50%. То есть, две каких-то карты выпадет, может там два снаряжения, две поддержки, две спецприема. Ладно, все, пофигу, давайте открываем с вами. Хватит уже сидеть над описанием серебряного пака. Как будто я его впервые вижу, хотя я уже очень много играю в эту игру. У меня очень много опыта, поэтому я абсолютно все здесь знаю. Так, карта повышения спецприема 1 бронзового персонажа. Нет. Давайте, чтобы было интереснее, я буду не все сразу открывать, а буду по одной карточке открывать. Карта повышения спецприема 2 бронзового персонажа. Было бы смешно, если бы сейчас третья карта была. Карта повышения спецприема 3 бронзового персонажа. Хотя мы с вами знаем, что там будет сейчас серебряный. Вот. Диворочка выпала. Как же я? Это Мурат в скобочках нет. Меня золотая Дивора ужасно бесит. Тут падает серебро. Ну, понятно, что говно как бы. Говно, говно. Вот если вам отсюда Кенши выпадет, или Скорпион. Вот это я понимаю. Вот это хорошие персонажи, а не это говно. Так. Набор снаряжения уже немного интереснее. Это у нас пак. Он абсолютно без персонажей. Но стоит он не 30 тысяч, а 70. Откруйте этот набор, чтобы иметь шанс получить эпическую снарягу Молот Гнева. Содержимое 3 карточки снаряжения. Вероятность. Карта снаряжения Молот Гнева. Это эпическая карта. И, кстати, кто не знает, может вы новички, там и смотрите мой ролик. 2% вероятность. Редкое снаряжение 15%. Необычное снаряжение 30%. Обычное снаряжение 53%. Скорее всего, будет падать обычное снаряжение. Давайте. У нас есть 70 тысяч. У меня вообще не только 70 тысяч есть. Но, я так сказал. Мы просто по одному паку, наверное, будем открывать. Все. Тратим 70 тысяч. И смотрим, что нам выпадет. Так. Открыть. Открыть. Открывайся уже. Я нажал раза 2-3. Он не открылся с первой попытки. Я не знаю почему. Так. Оса-убийца. Это, конечно же, на Девору, которую я ужасно ненавижу. Но это редкое снаряжение, кстати. Конечно же, я уже давным-давно прокачал все редкое снаряжение. Так как я максимальный эксперт в этой игре. Рука эндоскелета Т-800 на терминатора. Тоже неплохо. И необычная снаряга эликсир души. Вот это уже, конечно, хлам. А вот редкое снаряжение, что выпало, это хорошо. Я его, конечно же, все продаю. Так как я давным-давно прокачал ее на 10-е слияние. А вероятность редкого снаряжения у нас с вами была 15%. Как вы видели, мне выпали две карты. Редкого это хорошо. Следующий набор. Уже набор посерьезнее. Золотой набор 150 душ. Одна карта золотого персонажа. И две случайных карты отсюда выпадают. Карта золотого персонажа 100%. Это вроде бы... Это персонажи золотые без испытаний. Как бы, смотрите. Что я могу сказать. Они все говно, потому что это персонажи не из испытаний. Они все хреновые. Но отсюда могут выпасть без испытаний великие мастер Саб-Зиро, Инферно Скорпион, спецагент Кесси Кейдж, которые очень классные. Хоть они и не из испытаний, но это классные персонажи. Ну, среди золотых. Это хорошие персонажи. Дальше. Так. Снаряжение 25%. Карта поддержки 25%. Карта сисприема 50%. Но если вы думаете, да, я сказал, что отсюда не падают персонажи испытаний, и вы сейчас подумаете, о, так я выбью Дану в Сайбота классического, либо там Джейд, либо Смоука классических, то нет. Это если вы новички, и вы вдруг так подумали, то нет. Отсюда падают такие простенькие персонажи без испытаний. Либо падает, например, там... А, Куанчи Чернокнижник еще хороший. Вот Инферно Скорпион, великий мастер Саб-Зиро, спецагент Кесси Кейдж. Вот это хорошие персонажи. Остальные, конечно, очень такие посредственные, такое себе, а не персонажи. Посмотрим, что мне сейчас выпадет, повезет ли мне или нет. Так, спецприем 1. Карта поддержки на Лин Куэя. О, одержимый Кинши. Персонаж неплохой, персонаж средний. При смене нападает на противника, поджигая его, то есть накладывает огонь. Неплохой персонаж. То есть могло быть и хуже. Реально могло быть и очень хуже. Могла выпасть от Роди Девора, золотая, которая хуже, чем ядовитая. Но, как вы видите, выпал Кинши, да еще. Не мастер баланса, а одержимый. Это хороший персонаж. Так, далее идем с вами. Видимо, игра у нас, конечно, вечно багуется. Да, вот это теряет связь с интернетом. К этому я уже привык реально за эти несколько лет. Следующий пак, набор испытаний. Стоимость уже 300 душ, то есть в два раза выше, чем набор, который мы с вами открыли несколько секунд назад. Падает отсюда. Один золотой персонаж, одна карта снаряжения, пять карт повышения уровня. Вот пять карт повышения уровня, это реальный респект. Скорее всего, такая большая цена за персонажи испытания, случайно из этого набора, именно из-за пяти карт повышения уровня. Персонажи золотые из испытаний, это хорошие персонажи. Также отсюда еще может выпасть молот гнева с вероятностью 2%, так как и в наборе за 70 тысяч. Все, поехали, давайте открываем. Мы же с вами практически подходим к финишу и завершим мы этот ролик открытием алмазных наборов. Там реально будет интереснее, там будут падать и персонажи испытаний, но зато-то и алмазочки. Алмазочки, это очень классно. Так, что это у нас будет? Карта повышения уровня, их пять штук, прям выпало. Так, ритуальный нож, редкая снаряга для Коталькана, тоже хорошо. И... Комбат Кап Джуни Кейш. Персонаж хороший, хороший, все. На этом мы остановимся. Он просто хороший золотой персонаж. Я, конечно же, его продаю, так как у меня практически все персонажи испытаний, или точно все вкачаны на 10-е слияние. И вот еще у нас есть пак 200 душ, набор спецназа. Это золотые персонажи. Вот, золотой спецназ, это две карты поддержки, 50 тысяч монет. Для новичков это хороший набор. При его небольшой стоимости в 200 душ, вы отсюда монеты, выбейте там персонажа, кого-то, может, неплохого. Вот, вероятности. Золотой Кенши 20%, Джуни Кейс 40%, Соня Блейд 40%, карта поддержки 100%, монеты 100%. Все отлично, если вы новичок, можете пооткрывать. Вообще, новичкам советую, если вы вдруг попали случайно на этот ролик, то открывать 150 душ, вот, 200 душ, такие наборы. Там серебряный, тоже за 30 тысяч. Но новичок, это если у вас вообще прямо там есть очень мало золотых персонажей, например, там, три персонажа, либо пять. Вот это вы новичок, да, у которого еще алмазок нету, там, пять золотых персонажей, еще ни хрена не достигли, тогда да. Если вы уже поболее прокачаны, тогда открывайте просто алмазные наборы. Так, далее. 50 тысяч выпало, карта на Джуни Кейджа, карта на Кенши, и падает нам дублер Джуни Кейдж, слабенький персонаж, видите, 700 урона, 700 здоровья, слабенький. При смене дублер атакует, и оглушает противника, такое себе. Просто оглушение накладывает, там, раз ногой бьет. Так, ну что, подходим мы с вами к последним наборам, вот есть у нас три прекрасных, алмазных, дорогих набора, по сравнению с остальными. 450 душ, самый дорогой набор, по душам, который есть в игре, на момент записи данного ролика, 450 душ, значит, вероятность алмазки из внешнего мира, 15%, золотой персонаж из внешнего мира из испытаний, 60%, золотой персонаж из внешнего мира, но без испытаний, 25%, карта поддержки, 100%, все, поехали, открываем. Так, почему мы подвисаем, я не понял. Что это за баги с интернетом? Вот когда этот баг пофиксится, они, да, выпускают они обновления, разработчики, этой прекрасной, чудесной игры, они выпускают обновления, там часто пишут, что они фиксят какие-то баги, о которых я вообще в первый раз слышу. Зато вот этот баг, когда вроде бы ты сидишь с отличным интернетом, но игра лагает, крутится этот логотип, типа у тебя интернет прям говно 2G. Так, карта поддержки на Кенши, карта на Джейсона Вурхиза, и бешенство Тиграгора, она выпадает, золотой персонаж, он вроде бы такой, знаете, хороший золотой персонаж, и вот по статистике, вот видите, урон здоровья, он тоже неплохой, но он медленный. Идеально, вы можете бомбить, когда будете играть за него, что он медленный. Хотя вот Шаокан тоже медленный, но Шаокан реально приятнее играется, чем вот этот вот Гора. Ну, Шаокан, конечно, алмазка, но ладно. Так, алмазный набор Ронин. Редкий, кстати, набор, не часто появляется в магазине, 400 душ, вероятность алмазочки, 9%, в общем, 3-3-3, я думаю, вам не по 5 лет, вы можете сложить 3-3-3, и понять, что это 9%. Так, снаряжение 25, поддержка 25, карта с физприемома 50%. Карта повышения уровня 100%, все, открываем, хватит тянуть уже. И так уже ролик немного затягивается, но мы с вами открываем абсолютно все наборы, которые можно купить, поэтому, поэтому я думаю, это стоит реально вашего лайка, комментария, подписки и колокольчика, если вы здесь впервые. Так, что-то мы долго грузимся, я не понял, что это такое. Кстати, вот интересно, да, потом подведем итог, выпадет ли нам алмазка за наше сегодняшнее с вами похождение по магазину. Карта уровня, их 3 штуки. Карта поддержки на Кентаро. Так, медальон снаряга, и падает нам старший бог Кенши, конечно, не алмазный Кенши, но классный персонаж, реально, очень хороший, золотой персонаж из испытаний, он мне нравится. Это хороший персонаж, это самый лучший Кенши среди всех золотых, это понятно прям точно. И последний набор, который у нас остается, мы сейчас с вами откроем, если эта игра, конечно же, перестанет лагать. Но что сделаешь? Это баги, баги надо фиксить, но тут уже понятно, это не моя проблема, а сами знаете, чья. Последний набор, набор Скарлетт из МК-11, 400 душ, вероятность узнать, 4, 3, 3, то есть 10%. Карта золотого персонажа, 90, и дальше вот снаряга, видите, разные есть, и еще карты повышения уровня. Все, последний на сегодня набор, открываем, смотрим, выпадет ли нам алмазочка, либо нет. Конечно же, оно тоже будет немножечко тупить, но что с этим сделаешь? С этим ничего не сделаешь, просто сиди и жди. У меня и на телефоне так подлагивает, тоже с интернетом, и на эмуляторе тоже немножечко, видите? Но это, видите, это баг игры, то есть на каком бы ты интернете ни сидел, у тебя все равно иногда могут долго открываться наборы. Так, карта повышения уровня, карта спецприема, карта спецприема опять. Сайрекс, Сайрекс Триборг, хороший персонаж, все классно. Конечно же, прокачанный у меня он уже на 10-е слияние. И вообще, открою вам секрет, у меня персонажи из МК-11 прокачанные все на 10-е слияние алмазочки. Я думаю, это классно. Подводим итог. За сегодняшнее открытие всех наборов, которые есть в магазине, мы с вами не получили ни одного алмазного персонажа. В принципе, нам неплохо падало из набора снаряжения, где мы выбили 2 редких снаряжения, у которых была вероятность 15%. А сюда нам выпала Девора, это прям вообще говно. Дальше, что у нас было? Джонни Кетч, я помню, нам падал из испытаний. где-то отсюда, или, подождите, да, отсюда падал одержимый Кенши, или откуда, я не помню. Короче, нам не очень с вами хорошо повезло, очень слабое везение, я вам все-таки дам совет. Если вы хотите, да, потратить ваши души монеты, то просто выбирайте набор с самым большим шансом выпадения в магазине на алмазочек и открывайте его один тратинуш. Если хотите потратить монеты, то открывайте вот пак снаряжения, прокачивайте Мулан Гнива, либо прокачайте своих серебряных персонажей. А на этом все, надеюсь, этот ролик был интересен. Подписка, лайк, колокольчик, комментарий, и это все будет очень классно. Надеюсь, мы с вами увидимся в следующих роликах, а мы точно с вами увидимся в следующих роликах. С вами был DarkX, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok